Как понять, что человек, с которым вы вместе, подходит вам? О, похоже, популярный вопрос. Однажды, когда у Шанкарана Пилая был ужин со своей семьей, все сели за стол, Шанкарана Пилая встал и объявил, «Я собираюсь жениться на Люсе, которая живет через дорогу от нас. Я надеюсь, свою подругу зовут не Люси». Его отец воскликнул, «Что? Ты собираешься жениться на Люсе? У нее же за душа не гроша, она же практически нищая, и ты собираешься жениться на ней?» Мать сказала, «Что? Ты собираешься жениться на этой Люсе?» Дядя. А они всегда вмешиваются в подобные дела, сами понимаете. Дядя сказал, «Что? Ты собираешься жениться на этой Люсе? Да ты видел ее волосы? Они же похожи на парик». Тетя сказала, «Что? Ты собираешься жениться на Люсе? Она же всегда так размалевана. Ты собираешься жениться на этой женщине с разрисованным лицом?» Маленький мальчик, племянник, конечно, не мог остаться в стороне. Он сказал, «Ты собираешься жениться на Люсе?» Она даже не знает, что такое крикет. «Как ты можешь жениться на ней?» Но Шинкаран Пилай стоял на своем и сказал, «Да, я собираюсь жениться на Люсе». Все в один голос спросили, «Ну почему?» Он ответил, «Потому что у нее нет семьи». Меньше мнений и разногласий. Так как же определить, кто для вас является тем самым человеком? Я не хочу лишать вашу жизнь романтики. Но я скажу следующее. Такого человека на этой планете не существует. Если вы вложите свое сердце во что-то, это что-то может стать прекрасным. Правильно ли это? Не существует чего-то правильного. Никто никогда и нигде не находил подходящего человека. Если вы будете мыслить такими оторванными от реальности категориями, «Я нашел подходящего мне человека», вскоре вы будете разочарованы. Нужно понимать, что не существует подходящего именно вам человека. Прежде всего нужно посмотреть, подходящий ли я человек. Да, подходящий ли я человек. На этой планете нет подходящих людей. Если вы это понимаете, если вы понимаете, что у вас есть своя чепуха, у других своя, тогда мы сможем подстроить одну чепуху под другую и продолжать. Необходимо понимать, что отношения складываются из-за различных потребностей. Есть физические потребности, психологические, эмоциональные, могут быть социальные потребности, финансовые. Существуют разные виды потребностей. С таким огромным количеством потребностей вы идете как попрошайка, а попрошайка не может выбирать. Нищий есть то, что ему подают, не так ли? Он не может выбирать. Так что, если вы действительно хотите иметь выбор в этом мире, в первую очередь приведите себя к тому, чтобы ваше переживание жизни было приятным само по себе, чтобы вы чувствовали себя прекрасно. Тогда посмотрим, что вы привлечете в своей жизни. Если вы по-настоящему прекрасны, все будет происходить как нужно во всех сферах – в карьере, в семье, в отношениях. Вы получите все самое лучшее, потому что вы сделали себя такими. Вместо того, чтобы пытаться работать над кем-то и пытаться исправить этого человека, если вы работаете над собой и делаете себя такими замечательными, что все хотят быть с вами, тогда у вас есть выбор. А все эти представления – это очень американская идея о том, что где-то для вас есть родственная душа, что Бог создал вот этого одного человека только для вас, но в наши дни каждые два года Он продолжает создавать еще одного человека только для вас. Очевидно, что в том, что касается вас, Бог совершает слишком много ошибок. Телу нужен партнер – это понятно. Возможно, в психологическом плане вам тоже нужен партнер – это понятно. В эмоциональном плане вам нужен партнер, но душа не может нуждаться в партнере. Итак, душа не нуждается в партнере. И специально для вас никто не создал идеально подходящего именно вам человека. Творение создает всевозможных идиотов, каждый из которых уникален. Если вы понимаете, что вы идиот одного вида, а другие – других видов, вы будете с пониманием относиться к их чепухе, потому что будете знать, что у вас тоже своей достаточно. Если же вы думаете, что совершенный, и Бог выбрал вас, и Он создал идеального человека где-то еще, вы движетесь к катастрофе. Так не бывает. Даже сегодня, спустя пять тысяч лет, есть люди, которые до сих пор поклоняются Кришне как величайшему любовнику, но его жены всегда были им недовольны. Да? Так что идеального человека вы не найдете. Если вы вложите глубокое чувство вовлеченности, может произойти что-то чудесное. Из-за вашей вовлеченности, а не потому что тот другой человек такой замечательный. Нет. Даже если вы выбираете дурака, вообще-то с ним даже проще. Если у человека голова работает нормально, с чего он вообще пойдет к вам? Нет, нет. Я просто вредничаю. Так что, даже если вы выберете дурака, это не имеет значения. Если вы вкладываете себя, это может превратиться во что-то очень прекрасное. Если вы выбрали самого умного человека во Вселенной, это может превратиться в катастрофу. Так что не думайте с точки зрения, что мы созданы друг для друга и все такое. Нет. На самом деле, вы выбираете противоположное. Но спустя какое-то время постепенно у вас начинает появляться ожидание, что другой человек должен быть таким же, как вы. Это серьезная ошибка. Потому что, если еще один человек станет таким же, как вы, вы не сможете вытерпеть его и пару дней. Да? Скажите, если у вас дома появится еще один человек в точности такой же, как вы, вы сможете продолжать там жить? Это же прекрасно, что никто не похож на вас. Не так ли? На этой планете никто не похож на вас. Можете сами в этом убедиться. Нет никого похожего на вас. И это хорошо. Не ищите схожестей. В этом нет необходимости. Танис жизни создает различия, а не схожесть. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok